Что такое любовь? Вот смотрите, ваш маленький ребенок. Вот так прямо нахально орет. Вообще капец просто, как орет. Стучит ногами, дерется как бы. Будете ругаться с ним, нет? Нет, вы говорите, не обращайте внимания, он просто устал. Он спать хочет. Раз вы укладываете спать, это называется любовь. Теперь большой ребенок, но чуть побольше, которому вы верите, что он уже не бывает таким тупым. Ну вы верите в это просто уже. Приходит, начинает орать. Он устал просто, капризничает. И что нужно сделать? Нужно просто понять, как устроено человеческое сознание. Каждый человек может быть глупым в какой-то момент. И надо дать ему возможность быть глупым. И сразу все проблемы решаются. Если вы такую возможность в сердце даете, это значит, что вы становитесь благородным человеком. Представляете, добрым человеком. В это время надо что-то сделать? Понять, что он отупел. На времени, не то, что он тупой совсем, как по жизни. Нет, он отупел. И надо понять, что ты тоже в какой-то момент так же можешь отупеть. Да, человеку право выходить из равновесия себя. Ну, немножко отупел. Представляете, люди разводятся из этого. Я тебе никогда не прощу такой поступок. О себе. Разок, короче, один мужчина такой. Очень интересное такое событие. Послушайте внимательно, как мы относимся к себе, как мы относимся к другим. Один мужчина во время ответов на вопрос стоял сзади вместе с женой Олегом Геннадьевичем. Она мне изменяла в наглую. И вообще бросила меня. Бросила с другим мужчиной. Я говорю, хорошо. Я ее молился, возвращал и вернул. Вот она стоит рядом со мной, раскаивается. Я говорю, супер. Теперь я ее простить не могу. Я говорю, я вам сейчас помогу в секунду. Он говорит, да? Помогите. Я говорю, сейчас не про вас, не про вас, но просто скажу одну фразу, что, ну, очень важно, и вам сразу легко будет ее простить. Это не про вас говорю. А сам смотрю ему в глаза и говорю, бывает так, что люди очень сильно обескуражены изменой близкого человека. но при этом они обескуражены только потому, что измена вскрылась. И при этом эти люди сами тайком изменяют. Но так как измена не вскрылась, поэтому виноватых нет. представляете? Человек смотрит на меня и говорит, спасибо, Олег Иначе, мне легче стало. Представляете, как мы к себе относимся? Да мы такие хорошие всегда. Мы не изменили. А сам в это время тоже изменял. Я просто это увидел и ему напомнил. Он сразу раз, он просил. Все, простил моментально. Видите, какие мы, да? Интересные люди, интересные существа. Как только мы узнаем про то, что мы сами такие, сразу легче становится. Это тоже надо знать, как простить. Покопайся в себе чуть-чуть и поизучай себя. Очень трудно признаться себе, что ты примерно такой же. Лев Толстой говорит, если ты хочешь осудить кого-то, тогда вспомни, делал ли ты сам такие поступки. А если ты хочешь что-то сделать кому-то, то прикинь, как это будет, если это сделают тебе. Все. Все вопросы решаются, если ты так мыслишь. и ты сам примерно делал то же самое, что ты осуждаешь человека. Но у меня такие обстоятельства были, а у него тоже такие обстоятельства. Ты просто не знаешь его обстоятельства. Ты свои знаешь обстоятельства, а его не знаешь. Видите, осуждение всегда означает незнание двух вещей. Первая вещь незнание обстоятельств человека, и вторая вещь Интересная, всем очень полезная. Вторая вещь означает, если ты кого-то осудил, то Бог тебя в этом обязательно испытает. Это не факт, что ты проиграешь это испытание. Поэтому, если ты имеешь внутреннее право кого-то в чем-то осудить, то будь готов, что у тебя будет такое же событие в твоей жизни. Будь готов к этому. Если ты сдашь этот экзамен, то две вещи произойдут. Первая вещь, ты уже больше по этому поводу никого осуждать не будешь. Можно наказать, осуждать это другое. И второе, ты поймешь цену того, как побеждать судьбу. Может быть, ты выдержишь испытание, такое может быть, но осуждать больше уже никого не будешь в этом вопросе. Почему? Потому что поймешь, как тяжело, поймешь цену. Теперь, если я осуждаю близкого человека, и в результате этого осуждения разрушается семья по моей вине, то что мне ждать в жизни? Что ждать? Того же самого. Вы скажете, а как можно жить вообще с человеком, который тебя изменил? Я согласен. Предательство означает, невозможно строить близкие отношения. Ну, живите отдельно, прощайте, молитесь. Потом, как только простите, примите человека, вы скажете, что это возможно, Олег Геннадьевич, простить человека? Конечно, возможно. Все прощается в этом мире. Можно все, что угодно простить. Прощение означает наполненность. Если ты стал сильнее того, что тебе... Почему человек не может простить? Он мечтал. Вот у него была такая мечта, что у меня будет такая жена или такой муж, что у нас будет вот так вот. Появился муж, и он обещал это, обещал. Бац, и не сделал. Ну, все. Теперь я с ним жить не буду. Почему? Потому что твоя мечта не сбылась. Так при чем ты этот человек? Ты выясняешь отношения с чем? За своей мечтой. При чем ты этот человек? Допустим, ты мечтала получить от него сына. А получилось две дочери, да, допустим? Ты хочешь сына, получается, три дочери. Опять хочешь сына, четыре дочери. Поднимите руку. Кого так получилось? Осуждаете, нет? Все нормально? Ну, значит, вы разумные. Субтитры создавал DimaTorzok Академия.